Всем привет! Продолжаем обучение по курсу основы протокола СИП. Следующая тема это праг. Как он применяется и наиболее частый случай. Давайте прежде всего разберем классический сценарий основания базового вызова и посмотрим, что там происходит. То есть мы берем стороны А, стороны Б. Вот у нас идет первый инвайд. Которым у нас SDP Offer, то есть предложение с набором кодеков, ну как бы SDP Astra, где передается. Быстро она получила, она вам дает, если абонент свободит 108 стрингинг, дойдем идет 200 окей. И только в момент, когда абонент снял трубку и слушает, мы передаем SDP Answer, то есть ответ, и SDP B. То есть только в этот момент вот эта сторона узнает IP-адрес и порт быстро, то есть до этого мы не знаем, куда нам отправлять голос. Только в этот момент мы можем начать посылать RTP. И может так случиться, что у нас именно для этого маршрута не прописано ничего, то есть нет маршрута, то есть не может пакет RTP пройти в эту сторону. Здесь абонент уже снял трубку, слушает, а здесь, например, ну не прописано просто маршрут или там что-то заблокировано, там еще какие-то проблемы. То есть неправильно настроено все. И у нас RTP упирается. Это не очень хорошая ситуация. То есть абонента мы подставляем, он берет трубку, соединения не происходит. Вот. Ну почему так происходит? Ну потому что базовый сценарий, понимаете, что у нас все в порядке, у нас общедоступная сеть, такая, все мышцизация настроена и так далее. Он не очень хороший для операционского сервиса, и нам нужна более гарантированная фаза установления вызова, в которой мы можем проверить, что все работает до снятия трубки, да, то есть убедиться, что канал есть, зарезервировать линию, по сути, да. Особенно если мы говорим о шлюзах, да, что там у них все готово, линии готовы, все настроено и можно работать. Для этого была придумана система 100 real, то есть reliable responses, то есть как бы надежная фаза, надежное установление вызова до финального ответа, да. Пишется она как, давай сейчас пишу, 100 real, индикатор, ну как бы reliable responses, то есть надежный ответ. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть, в принципе, сценарий у нас тоже начинается с invite, здесь я сейчас вот это сотру, вот так, да. Представим, что мы ссылаем invite, но в invite мы включаем дополнительный заголовок, дополнительный заголовок, который называется supported, то есть мы поддерживаем 100 real, reliable response, механизм 100 real, да. Если B-сторона тоже поддерживает этот механизм и хочет, чтобы у нас работала надежная фаза соединения, то наиболее частый ответ это 183 session progress, то может быть на самом деле в трайанге быть или в любом другом ответе первой серии. Главное, что это предфинальная фаза, да, то есть до финального ответа в 100 серии. Мы пишем заголовок required 100 real, то есть мы включаем. Грубо говоря, если у вас в ответе с этой стороны, там, в 180, 100 или 100 трайан, не было required, значит у вас не будет, да, включен этот режим, у вас никаких праков не появится. И кроме того, что мы включаем 100 real, мы надежно, в предответном состоянии, то есть с уверенностью, что нам подтвердят доставку, мы передаем SDP answer. Вот, до ответа, в фазе до финального ответа мы передаем SDP answer, в котором мы узнаем айпишник, да. Ну, вы помните, что у нас в классике, мы когда передаем финальную ответственность SDP, мы должны его подтвердить, мы писаем acknowledge. Здесь мы передали SDP, мы не можем подтвердить посылку, то есть эта сторона, она не знает, дошло туда или нет, то есть SDP наш дошел или нет, как я узнаю. Для того, чтобы подтвердить доставку важной этой информации, был придуман как бы, ну, аналог или подобие акка, называется pre-ac, pre-acknowledge. То есть мы предварительно подтверждаем получение вот этого описания сеанса связи. Ну, и поскольку это новый запрос, который описан в RFC, там, в другом, по STORIAL, мы должны подтвердить его 200 ок. Смотрите, что это отличие от ака, acknowledge не подтверждается 200 ок. И после этого, после подтверждения, то есть эта сторона может отсылать, и эта сторона может отсылать RTP. Что в этих RTP? Это могут быть тестовые RTP на самом деле, просто пустые тестовые RTP, потому что B еще не снял трубку, он ничего не слышит, он не участвует в диалоге пока. А, в принципе, он слышит, он уже у трубки стоит. Ну, наиболее распространенная вещь, конечно, сюда можно загнать КПВ. Это как раз будет случай ранней медиа, early media. И здесь это, так называемый, гитвей-модель. Это модель, когда мы не знаем, что на этой стороне, стороне B, там, умное устройство, или просто шлюз какой-то, да, там, гитвей-модель. Она не очень надежная, потому что контроля очень мало, но, как бы, обе стороны, ну, не знают, будет early media или нет, вот в этой модели. Но тоже часто случаются. Вот. Соответственно, можно КПВ загнать, там, все, что хотите. Можно загнать, можно тестовые сигналы, без разницы. И, кстати, в этой модели, потом же у нас что будет? Будет все по классике дальше. 180 рингинг. Вот. 200 окей. С SDP. Ну, в SDP, в принципе, может быть те же самые данные. Как правило, бывает те же самые данные. Но может отличаться, в зависимости от того, что вы здесь указали, и как настроена система. И окно же мы подтверждаем. Вот. Этот окно же не требует ответа. То есть мы закрыли фазу установления сеанс-связи. Дальше у нас идет уже нормальный RTP голосовой. Вот. Здесь вот произошло как-то переключение с КПВ на абонента. Вот он здесь снял трубку. И уже голосом сюда зашел. Вот. По поводу КПВ. В принципе, вот эта сторона, она должна реализовать логику. Которая при получении 180 рингинг будет смотреть, есть ли в RTP КПВ. Если эта логика нашла КПВ в RTP, тогда она не будет проигрывать 180 рингинг. Если эта логика не нашла в RTP КПВ, тогда она проиграет КПВ вот именно по этому СИП-сообщению. То есть здесь нужно доработать это устройство, чтобы оно могло сделать. Если совсем глупое устройство, не протестировано, не сертифицировано, то у вас может быть либо отсутствие КПВ, либо двойное КПВ. То есть, ну, либо нормально будет работать. Бывают такие проблемы. Вот. То есть в Праг, Сториал часто использовали гитвейны модели ранней медиа. В принципе, early медиа можно передавать еще по-другому. Там есть такое понятие, как preconditions. То есть вы давайте сразу говорите, что будет условие, прежде чем мы перейдем на обычную медиа и описывать, что должно случиться, то есть критерии. Но это другая история. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям. Всем спасибо.